Катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года, является свидетельством того, что не все, что создается руками человека, безопасно. Развиваясь в области атомной энергетики, человечество бессознательно создало невероятно опасное оружие, ведь взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции стал одним из крупнейших техногенных катастроф 20 века. На ликвидацию последствий взрыва были отправлены тысячи и тысячи специалистов из разных областей. Одними из первых были пожарные. Анатолий Федорович Капустин, служивший на тот момент в пожарной части номер 3 города Бреста, тоже был в их числе. Был произведен сбор личного состава всех частей Брестского гарнизона и началась отправка партий на ликвидацию тушения пожаров в зоне отчуждения, так как была оцелена 30-ти километровая зона из-за очень большой радиации. И попал я в партию уже где-то 12 сентября. Там был караул в принципе немой, с первой части. Ну и меня отправили руководить ими. И значит поехали мы сначала в Хойники, там организовался штаб по ликвидации аварии. Но все действия происходили на белорусской стороне. Мы на Чернобыльскую АЭС туда не ездили. Она была за Припятью. Мы только до Припяти производили все действия по тушению трофянника. Будучи 27-летним молодым человеком, Анатолий Федорович сам не зная того, отправлялся выполнять свою работу в самую опасную на тот момент точку на земле. Его обязанностью было тушить трофяные пожары. На тот момент они несли большую опасность для всех близлежащих территорий. Ведь торф не горит открытым огнем, рассказывает Анатолий Федорович. Он тлеет, выделяя большое количество дыма. А вместе с дымом двигается и радиоактивное облако. Наш герой очень скромно рассказывает о событиях тех дней, хотя они, очевидно, оставили большой след в его душе. Особо запомнился ему тот день, когда они с товарищами спасли жизнь человеку. Были выезды по городу на ликвидацию пожаров в домах. В частности, ночью выезжала профессиональная пожарная часть. Естественно, мы же не можем остаться у себя, когда люди там гибнут. Поехали туда, экипировки у нас как таковой для тушения этих пожаров не было. Но все равно мы зашли без аппаратов, там ползком. Фонаря не было даже. Но нащупали человека, лежащего уже на полу. Он тоже перепутал у себя дома, залез в шкаф. Мы его оттуда достали, выволокли, скорую помощь вызвали. Ну, спасли жизнь. Анатолий Федорович по-особому, с дрожью в голосе, говорит о своих самых жутких воспоминаниях. О пустых деревнях и городах. От этого останавливается сердце. Видели пустые деревни. Хотя вот люди были, ну, мне там 27 лет было. А люди были постарше, значит, со мной. Уже так лет под 35-40. И, конечно, на глаза у всех были такие, ну, чувствовали какую-то, я не знаю. Вы понимаете, когда деревня, все, стоит, как я говорил, велосипеды, трактора. Люди приехали на обед где-то с колхозом. И нет никого. Только бегают собаки. Еще в то время куры там бегали, собаки их ели. И все. Была собака, она постоянно сидела у калитки. Мы вот каждый день проезжали мимо этой деревни. И она постоянно там сидела, ждала хозяева. Но, конечно, они уже туда не вернулись. Пустота и тишина. Психологически ему было сложно наблюдать каждый день эту страшную картину. Но выполнять свой долг было превыше всего. Задание было поставлено. Значит, несмотря ни на что, ему нужно было выполнять. Им было поручено отмывать от радиации дома и школы. Ведь тогда все были уверены, что все вернется на свои места. И все жители вернутся в свои родные дома. Как мечтал побыстрее вернуться домой и Анатолий Капустин. Ведь дома его ждала большая семья. Молодая супруга и двое детей, из которых младшему было всего 7 месяцев. Поехал. Ну, конечно, волновалась. Но потом уже стало волнение совсем по-другому. Уже стали задуматься, что это серьезно. Ну и, конечно, за детей волновались. Уже начали форточки. Даже закрывала форточки, шторами задвигала. Ну и ждали. Месяц его ждали. Эти события никогда не уйдут из памяти семьи Капустиных. Где-то они даже стали знаковыми для всех. Родные Анатолия Федоровича гордятся своим мужем, папой и дедушкой. Ведь в свое время он совершил маленький, но подвиг на благо земли. С уверенностью можно сказать, что он является большим примером для следующих поколений своей семьи. О чем говорит и то, что его сын пошел по его стопам. И тоже стал пожарным спасателем.